Ну что же, коллеги-водители курьеры и водители на грузовых автомобилях. Новая фишка от Яндекс.Такси. Парковый СМЗ. Круглосуточная техническая поддержка, покупка смен во всех тарифах в любых профилях, а также вывод на карту любых банков круглосуточно. Более подробную информацию для водителей, которые подключатся в моем таксопарке и станут парковыми СМЗ, я оставлю по ссылке в описании. Ребят, всем привет. Еду я за ешечкой дизельной. Еду я в таксопарк Крафт. Хотел сегодня поработать на бизнесе, но решил начать с эконома. Меня многие просили. По поводу Майбаха. У меня полетел генератор, как я в прошлом ролике говорил, да? И обещали его привезти к дилеру первого числа. Но, видимо, это не получилось. Теперь придется ждать, когда генератор приедет. У них там проходит какая-то инвентаризация. Я не знаю, насколько это продлится, но машина в простое будет находиться не меньше 12 уже дней, наверное. Меня это немножко напрягает, конечно, да? Так как машина на гарантии. Ну ладно, будем ждать. И дальше, по ходу выпуска роликов, вы будете знать, что происходит с ним. Так, кстати, парк Крафта, где можно взять в аренду автомобиль от эконом до комфорт-плюса, переехал с Москва-Сити на улицу Котляковская, 4, стороне 28. Это юг Москвы. Сейчас узнаем у Сергея, руководителя парка, зачем же он туда переехал. Может быть, санкции его коснулись или какие-то другие мотивы были. И также возьмем себе покататься, ну, возможно, Солярис, а может быть, Шкоду какую-то возьму. Вот, покатаюсь сегодня на входе. Йо! Серег, после Москва-Сити и не узнать тебя, ё-мо! Что у тебя здесь? Помещение. Привет. Помещение у нас новое, говорю, привет, Жень. Помещение? Что у вас здесь? 99-й собираете? Это вот ребята, там у них сервис, они уже отгородились. Мы вот стену делаем, сделали парковку, так сказать, для покрышек, чтобы они хранились в правильном режиме. А это что, у вас строишь что-то? Здесь будет администраторская, путевые, документации, полный договор. Водитель приходит, здесь будут стоять диванчики, будет все цивильненько. Понятно. Без напрягов заехал, забрал машину, получил тревоги. Короче, на тебе так санкции подействовали, на то, что оттуда уехал? Ну, не то что санкции, достаточно сильно выпал трафик на мойке. А, на мойке, которая была? Да, в Москва-Сити, на Тесовской 10, кто помнит, у нас была мойка. Слушай, можно вопрос такой, сколько стоила аренда в Москва-Сити? Ну, в районе полмиллиона, даже чуть больше. Это вместе с мойкой? Ну, это и есть мойка. А мойка себя оправдывала вообще, вот эти три бокса, которые у тебя были? Мы там просидели 4 года и 3 месяца, мы в убытке примерно на 3 миллиона. То есть убыток. А такси тебя выручало как-то? Ну, получается, так как сама мойка, если отдельный бизнес взять на убытки 3 миллиона, то вот можно распределить на 4 года, 3 месяца и понять, какая у нас была реальная аренда уже в помещении в таксопарках. Ну, такси тебе принесло прибыль? Нет, такси, конечно, да, сейчас прибыльный бизнес. Сейчас, конечно, есть какие-то и простые, и запчасти подорожали, и в 2, и в 3, и в 4 раза ты сам знаешь, ездил делать ТО, да? Нет, у меня сейчас на Майбах стоит уже 10 дней просто. Тем более, вот у нас на Ешке первое ТО 15 тысяч было 26 тысяч рублей, а сейчас мы приехали в звезду столицы, по нафту в Ру, в Сити, там теперь ТО стоит 87 тысяч рублей. По твоему совету мы поехали в Калугу и сделали за 47 тысяч рублей официальное ТО на 30 тысячах километров. Так, а сколько у тебя сейчас автомобили эконом класса, комфорт класса и комфорт плюс? Ну, вот так, по разбивке я не скажу, 134 машины у нас. Всего? Всего. А сколько свободных? Штук 7-6, наверное, примерно. Ну, сколько здесь стоит, раз, два. Автомобили в ремонте? Нет. Просто их загнали, да? Одну сейчас какую-нибудь заберут. Забирай, не вопрос. Солярис, да? Самый комфортный автомобиль в мире. Нет, нет. Шкода. Да. Это офис руководителя. Расскажи, сколько сейчас стоит аренда эконом класса комфорта, комфорт плюса? Ребят, смотрите, эконом разные года. Начинается 1650, 6-1. Комфорт 2261. Соната старая, это комфорт плюс 2861. И Соната новая, 3161. Есть машины как на газу, так и на бензине. Приходите, выбирайте. Сегодня с газом мне дашь машину. Договорились. Ну что, ребят, я взял Шкоду Октавию, буду на ней катать сегодня эконом и комфорт. Но перед тем, как выйти на линию, водителю обычно нужно пройти фотоконтроль автомобиля, фотоконтроль ВУ, фотоконтроль также СТС, также сфотографировать разрешение на перевозку пассажиров. Ну и также путевой лист, который у меня действует до 5 утра. Смотрите, я поставил мой район и вот такую вот зону. То есть центр и северо-запад, мне кажется, это лучше, комиссии будет на 9% больше. Но я не хочу ездить куда-то далеко, мне лучше коротыши возить. Включаем и будем возить заказы по району. А, блядь, ёпта, уже попался. С коэффициентом 1,5, ёпта. Я сам себе и небо, и луна, голая, довольная луна. Добрый вечер, здравствуйте. Евгений? Да. Я знаком, что? За мною зажигали города, глупые чужие города. Там меня любили, только это не я. Ну что, первый заказ 300 рублей. Я аж язык проглотил, когда мне человек сказал, добрый вечер, Евгений, по имени. Непривычно как-то было. Салам алейкум. А пассажирка уже ждет. Видите? Класс эконом комфорт. Сразу ждут уже. Какая-то девушка. Здравствуйте. 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 Тверская 25, да? Да. Просто цепочка одна. Выполнил заказ и прям с этого же дома заказ следующий. Я уже на месте отмечаюсь. Малый Левшинский. Ехать всего лишь 12 минут. До свидания. Ага, спасибо вам огромное. За день и ночью. Добра ночи. Здравствуйте. А что, не показывает тот вход? Нет, у меня здесь просто точка. А? Вот видите, прям здесь стоит. Сейчас у бульвара сразу развернемся. И чтобы он тебе не показывал, все время по бульварам до Тверской. Тверскую пересечем и там налево идем. 598. Спасибо, вам все доброе. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. 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 Арбат у вас? А вчера мне прислали видео, как один клиент в Омске опасал, получается, водителю машину. Прямо пассал на переднее сидение. Ну и что ты делаешь? Что именно? Вот это, что ты делаешь? Что? Вот. Настал. Да. Улыбайся. Я не стал, блядь. Нет, конечно. Вот это вот. Бля, ребята. Походу ко мне идет тяжелая артиллерия. Я уже вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Что вы так? Углубки? А? Что? Другой мой пап? Да. Садись. А что вы так испугались-то? Вам здесь? Вот здесь. 300 с чем-то? 300. 300, да. 120. 120? Да. Блядь. До свидания. Я не понимаю. У машины как будто одна дверь справа. Зачем именно стой вылезать? Спокойно можно отсюда открыть дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Шлепихинская набережная? Шлепихинская сбережная. Это Шлепихи же станция? Что? Это станция Шерепиха же? Я не знаю. Ну, через мощь мне надо, по-любому. Влад, ты знаешь, позвоню тебе, скажу, чтоб деньги скинули тебе? Нет, деньги сразу тогда. Не надо мне скидывать. Нет, на карту сразу скидываю тебе. Позвонить не могу дать. А? Позвонить не могу дать. Да, клянусь, у меня лучше, чем это. Могу дать зарядку? Пожалуйста. Какая зарядка нужна? USB. Микро-USB или какая? А, да. Не кузь? А. У меня следующий заказ, давайте скидывать сразу. Влад, он вообще не включается? Да? Да. Ну, ты же же туда доехала и что, кинуть или что? Клянусь тебе, я не кину. И что, и что? И что еще должно сделать? Давай так, запиши номер телефона. Давай ты мой, запиши. Как бы на связи, сразу как на связи, если ты станет сразу позволить. Какое? Запиши. Давай. 8996. Ага. 979. Ага. 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 98. Ага. Если кинешь... Все. Давай, блядь. Блядь, до дома довези меня по-блядски. У меня уже следующий заказ туда. А? Следующий заказ туда. Ладно, спасибо, давай. Если не кинешь денег, я тебе не прощу. Все, давай. Мы тебе серьезно говорим. Все, давай. Ага. Посмотрим, ребят, на честность, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Заварка у вас? А? Все хорошо. Что у вас случилось? Ой, да что угодно, в принципе. У нас снег низкий. Поздно, вот, заварка уже как-то нет? Ну, ну да, заварка. Я говорю, не поздно туда еще? А, нет, конечно. Да, обычно пораньше съездили туда. Ну, мы сюда хотели бы. Да. Не пустили. Просто мы были в заварке и нас пустили. Надо было на Майбахе заехать. Типа все, пустили. На Майбахе. На Майбахе. Санкция. Ребят, отработал 6,5 часов. Получилось порядка 8,5 тысяч грязи. Неплохой результат. Я, конечно, не ожидал, что заказов будет столько много. Это просто все по цепочке. Но я выполнил их штук 20, честно. То есть работа такая муковозная. Многие сейчас, как и я, положили эти деньги себе в карман. Ну, нет. Давайте посчитаем. Аренда автомобиля. Газ или бензин. Покупка смены. Кнопка «Мой район» минус 9%. То бишь, останется намного меньше. Но я считаю, что в Москве, в принципе, эконом такси еще более-менее ценны. По сравнению с регионами. То есть здесь, как бы, заказов хватает. И заказы грязью выполняются, там, минут по 15-500 рублей могут стоить. Там, 600 даже какие-то. Выходные, да. А в будни, возможно, намного меньше. Но, блин, народ работает. Народу деваться некуда. И очень много людей в такси работает. Но сколько же заказов по эконому. Это просто жизнь какая-то. Почему я так рано закончил, ребят? Ну, потому что я завтра хочу поснимать бизнес. И мне нужно подготовить тоже, там, брюки, рубашка, там. И работать до победного, ну, просто не хватит до сил завтра выйти. Ну, кто смотрел ролик, желаю удачи и всем пока. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога, да и то не моя. За мною зажигали города. Глупые чужие города. Там меня любили только это не я.